Властителем умов, как и в 19 веке, остается литература. И Сталину важно, чтобы на Западе выходили книги именитых писателей, прославляющие СССР. Позже таких искренних пособников пропаганды назовут полезными идиотами. Но некоторые корифеи пера, пока ездят по Советскому Союзу, свое мнение таят. А вернувшись домой, отзываются о социализме критически. Вояжи значимы для внутренней пропаганды. Вот лучшие умы человечества приветствуют наши достижения. Гостей возят по передовым заводам, колхозам и школам. Сталин при личной встрече очаровывает каждую знаменитость. Нобелевские лауреаты Бернард Шоу и Ромэн Ролан после поездок объявляют, СССР – это будущее всего мира. Проникающую за границу информацию о Голодоморе Шоу называет фальшивкой. Анри Барбюс, съездив в СССР четыре раза, выпускает том под простым названием «Сталин». Со знаменитой формулой «Сталин – это Ленин сегодня». Но многих упомянутых Барбюсом лиц вскоре репрессируют и хождение перевода книги прекратят. Леон Фихтвангер в книге «Москва 1937-й» всерьез пересказывает кокетливое недовольство Сталина обилием собственных портретов и восхищается монументальностью общественных зданий Москвы. Кое-что уже вызывает критику и сомнения. Фихтвангер замечает, что процессы против врагов народа строятся на самооговорах обвиняемых. Ромен Ролан возмущен чрезмерной опекой и контролем даже его переписки с Горьким. Но в публикации это не попадает. Скандалом оборачивается в 1936-м приезд Андре Жида. Французский модернист в большом очерке «Возвращение из СССР» пишет про тотальный контроль за общественной жизнью и литературой. Кремль устраивает кампанию гневного отпора. Силами публициста Михаила Кольцова тот назовет очерк неблагодарного гостя троцкистской бранью и клеветой. И возмущенными откликами простых тружеников, которые французский оригинал и читать-то не могли. Каждое утро газета «Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. Получается, что когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди, они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими, но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными, но выбирать не из чего. Самое главное при этом – убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего. Убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Этого достигнуть можно, только надежно перекрыв любую связь с внешним миром. Я имею в виду за границей. Потому-то при равных условиях жизни, или даже гораздо более худших, русский рабочий считает себя счастливым. Он и на самом деле более счастлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. События, люди, явления, определившие образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова